друзья приветствую александр из московской области прислал посылку с образцами масла shell helix ультра профессионал а с л 020 вот пожалуйста описание описание автомобиля условия эксплуатации совершенно свежий автомобиль жили кулрей масло это цепь c5 это средний зольник значит с волевским допуском волево как многие из вас знают принадлежит джили данного масла не было у меня поэтому я первым делом создам эталон и потом уже проверим отработку вот такая спектрограмма каких-то там стр of я не вижу в общем то ничего здесь нет так по большому если опираться на числовые значения далее выбираю это масло посмотрим что намерит прибор 20 . жиденькая c5 смотрите противоизносных присадок свежим прибор намерил 31 процент совсем как-то были тухловато честно говоря и кислотный 155 и щелочное 6 и 2 очень похоже 6 и 2 если добавить сюда полторы единицы на разницы между гостами то получается 7 и 7 на лаборатория известная намерила 776 то есть очень похоже так все сохранил можно приступать проверки отработки это полуторалитровый турбомотор трехцилиндровый на алюминиевом блоке объем масла 5,6 пробег автомобиля равен пробегу масла 10700 километров но вот видите и бензин 95 иногда сотый так здесь конечно картина интересная по противоизносным присадкам 109 процентов то ли это от сотого бензина то ли это от того что начальный уровень очень низкий был и вот погрешность уже такую роль сыграла смотрите нитрование поднарастает но в принципе 10700 не маленький пробег окисление нормальная пассажи две сотых тоже в общем то неплохо для такого пробега растет значит кислотная 297 по сути выросла практически на полтора единицы но неизвестно сколько здесь пробега общего то есть может да может нет и три с половиной щелочной на на половину образно говоря упала и воды 1100 ппм но вода это может быть так образец взяли или в такой период взяли более это 20 . жиденькая может быть воды даже надо поменьше чтобы давайте посмотрим что произошло с вязкостью так есть разжижение насколько она сильная в общем то не сильная 24 процента из 100 то есть на четверть от максимального уровня ну нормально я думаю нормально тем более здесь все-таки есть и город и трассы и город неизвестно перед отбором как это происходило да не забывайте пожалуйста отметить видео подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уведомления и сейчас покажу вам значит расчетный ресурс к сожалению ни средней скорости не моточасов нет поэтому приходится опираться исключительно на километры смотрите с помощью прибора я определил что 12 тысяч километров это ресурс по мощным нейтрализующим свойством 13 тысяч ну 13 400 практически по нейтрованию и 44 с половиной это вязкость вопрос конечно в любом случае масло отработало хорошо даже если это грубо говоря там 40 километров час средняя скорость то 300 моточасов вполне себе достойный результат для двадцаточки на мой взгляд и китайского мотора немножко неправильная комбинация наверное сейчас самая актуальная будет комбинация это китайские автомобили синтек шутка конечно вот ну что можно сказать по 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 результатам в общем то все нормально единственный момент ну не трава не нарастает хотя повторю неизвестно что тут с моточасами может быть и нормально если 300 моточасов там под 300 то абсолютно никаких вопросов к этому но судя по кислотам и я бы сказал что здесь должно быть по 300 наверно или рядом с этим вот единственный вопрос это к уровню противоизносок в отработке сто девять процентов вот но начальный низкий поэтому грубо говоря если мы как бы пример привести если мы грубо говоря в процентном соотношении оцениваем там 10 грамм это одна будет погрешность от нее или 100 грамм другая будет погрешность то есть тут три процента от тридцати одного это будет больше чем допустим три процента от как бы так но не знаю что что есть то есть вот вот такой получился тест такое масло автомобиль благодарю александра за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких увидимся в следующем видео пока